Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим тему дробления. Мы уже с вами говорили до этого о том, что если раньше налоговики гонялись за теми, кто обналичивает, то, понятно, сегодня фактически обналичивать неинтересно, фактически сегодня обналичивание доказывается очень легко, ну и предприятия, конечно же, изменили свою тактику и перешли фактически на легальную основу. Перейдя на легальную основу, на легальную форму ведения предпринимательской деятельности, они столкнулись с другой проблемой, проблемой, связанной с искусственным дроблением бизнеса. Налоговики прекрасно поняли эту тему и перешли на контроль за дроблением. И сегодня очень зорко следят за тем, чтобы налогоплательщики не дробились и не уходили от уплаты налогов. То есть задача как стояла – собирать как можно больше налогов, так и собирать. Итак, давайте рассмотрим или сделаем конкретные выводы, в каких случаях суды поддержат налогоплательщикам и будут на его стороне, и будут его защищать. А в каких случаях дробление будет легко доказано налоговыми органами и налоговый орган до начисли. О штрафах, об ответственности за незаконное дробление мы говорили в предыдущем материале. Возможно, я сделаю другое видео, и мы отдельно на эту тему поговорим. Итак, в каких случаях суды поддержат налогоплательщика? То есть вообще можно или нет дробиться, да? Так вот, первое. В каких случаях суд поддержит налогоплательщика при дроблении бизнеса? В первом, если суды поддержат компанию, которая сможет обосновать, почему она обособила непрофильный вид деятельности. Ну, к примеру, компания занимается производством стали, все от нас отстали в производстве стали, и создала другой непрофильный вид деятельности, к примеру, столовую для рабочих, и сделала ее в форме общества с ограниченной ответственностью. Или пришел индивидуальный предприниматель, который сказал, что он может забрать этот непрофильный вид деятельности и вести эту деятельность самостоятельно. В этом случае суды будут стоять на стороне предпринимателя. Второе. У новой компании или у индивидуального предпринимателя, который будет вести вот этот вот непрофильный или другой вид деятельности, должен быть свой обособленный штат. Не должно быть так, что одни и те же работники на полставки, на четверть ставки, или здесь на 0,75, там на полставки, или здесь на полную ставку, а там на полставки, будут выполнять обязанности у вновь созданного предприятия. Дальше. Участники вот этих вот двух предприятий, даже если у них, так сказать, бенефициар один, работают друг с другом по рыночным ценам. Если, к примеру, одно предприятие сдает другому в аренду помещение, к примеру, под столовую, то в этом случае стоимость аренды не должна отличаться, или отличаться совсем незначительно, или отличаться, но тогда обоснованно, от тех цен, по которым предприятие сдает в аренду аналогичные помещения, на аналогичных условиях. Следующее. В каких случаях предпринимателя или общество с ограниченной ответственностью, который Дробица поддержит. Созданная компания работает с разными поставщиками, с разными покупателями и с разными подрядчиками. В этом случае суд будет на стороне предприятия, которое произвело вот такое Дробление. В каких случаях, вот какие вопиющие такие случаи, когда суд признает, что здесь произошло Дробление, но оно и не имело деловой цели, а оно и имело цель тупо уклониться от уплаты налога. Это первое. Участники, допустим, общество с ограниченной ответственностью первое, и общество с ограниченной ответственностью второе, которое было вновь создано, используют одни вывески, у них один сайт, у них один адрес, у них одни контакты. В этом случае, конечно, будет признано взаимозависимым, будет признано незаконным дроблением. Следующее. В группе этих компаний действует единая политика по привлечению покупателей. Допустим, одни акции и одна и та же система скидок, одна и та же реклама в средствах массовой информации. Следующее. Ну, когда обе компании централизованно обслуживаются, им привозят какие-то запчасти, им поставляется какая-то одна продукция, у них один и тот же, к примеру, сервисный центр. Следующее. Когда у обеих компаний один выгодоприобретатель, а руководители компаний являются номиналами. Хотя, ну, то есть их назначили директоров, но на самом деле, когда налоговый орган приходит и провел допросы среди работников, провел допросы номиналов, а компания была не готова к проведению такой проверки, то было очень легко установлено, что на самом деле обоими предприятиями или обеими компаниями руководит одно и то же контролирующее лицо. Следующее. Когда у этих двух компаний единый штат работников, сотрудников, работники выполняют приказы одних и тех же лиц, функции у работников, которые работают в компании один и работают в компании два, одни и те же, схема подчиненности от одного к другому, одна и та же, алгоритм работы один и тот же. В этом случае также будет сделан вывод, что здесь произошло искусственное дробление. Следующее. Централизованная закупка топлива для всех лиц с последующим его распределением без компенсации стоимости. Ну, очевидно, да? Ну и единая территория. Все находятся на одной территории, у всех одна и та же стоянка общая, у всех одни и те же гаражи, и вообще и индивидуальный предприниматель, и общество с ограниченной ответственностью одно, и общество с ограниченной ответственностью второе. Все находятся на одной территории, без, так сказать, обособления. В этом случае, конечно же, суд не будет защищать предпринимателя и встанет на сторону налогового органа. Обращу ваше внимание, что те факты, которые я перечислил, когда суд не встанет на вашу сторону, каждый сам по себе не имеет определяющего значения, а вместе, в совокупности, они могут сыграть злую шутку самим предпринимателям. И в этом случае суд встанет на сторону налогового органа. Вам будет доначислено со всеми вытекающими последствиями. Вот, кажется, все, что я хотел сказать. А какие санкции? Санкции – это штраф 40%, но если штраф 40% и будет установлено, что вы умышленно так раздробили, то, собственно говоря, если вы пересечете отметку в размере неуплаченных налогов в сумме 15 миллионов рублей, то над вами нависает уголовная ответственность по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну вот, теперь все, что я хотел сказать. Будьте внимательны и осторожны. И если вы увидели или почувствовали, что вами заинтересовались налоговые органы, то вовремя готовьтесь к такой проверке и устраняйте все те нарушения, которые вы допустили. На этом у меня все. Всем удачи и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был адвокат Павел Тылик. Субтитры сделал DimaTorzok